Что касается лимфом у детей, то особенностью лимфом у детей является то, что в целом ограниченное количество гистологических вариантов мы встречаем в реальной клинической практике. Пожалуй, можно уверенно сказать, что в основном детский онколог встречается с лимфомой Ходжкина, с лимфобластной лимфомой, с лимфомой Беркета, с анапластической крупноклеточной лимфомой, с диффузной Б-крупноклеточной лимфомой, с первичной медицинальной лимфомой. Конечно же, возможны и другие варианты лимфом, однако они встречаются крайне редко, кажуистически редко. Это особенность, конечно, детских лимфом. В целом считается, что вопрос лимфом у детей решен. Это связано с тем, что при большей части подвариантов лимфом удается достичь 90% общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. Однако этот тезис, верен, будет не совсем точен, поскольку все-таки где-то 10 и даже 25% пациентов могут демонстрировать рефрактерное или рецидивирующее течение. Особенно часто рецидивируют пациенты с анапластическими крупноклеточными лимфомами и с первичными медицинальными крупноклеточными лимфомами. Также в связи с тем, что такая высокая общая выживаемость при лимфомах характерна все-таки для развитых стран, для стран с высоким ВВП, но в то же время известно хорошо, что большая часть пациентов с лимфомами диагностируются в странах со средним и низким уровнем жизни. И именно там чаще всего встречаются пациенты, которые демонстрируют резистентность и рецидивирующее течение лимфом. Поэтому все-таки проблема лимфомы у детей в контексте резистентности и рефрактерности остается очень важной, актуальной и по большому счету нерешенной. Основными способами преодоления резистентности у детей и у взрослых, конечно же, являются трансплантация гемопатических стволовых клеток, таргетная терапия и иммунотерапия. Несмотря на то, что к настоящему времени уже разработано достаточно много эффективных препаратов для лечения лимфом, в основе которых лежит таргетность и воздействие на точечные биологические механизмы, так, например, ритуксимаб, анти-сиди-20, монокональное антитело, хорошо известно онкогематологам, используется в терапии уже более около 20 лет. И хорошо себя зарекомендовала. Тем не менее, нельзя сказать, что на сегодня дары применения самых современных методов терапии как-то принципиально изменило судьбу пациентов с рецидивирующим и рефрактерным течением лимфом. Несмотря на, конечно же, большие успехи и большую перспективность этих препаратов, все-таки скорее не способствуют уменьшению остроты этой проблемы, но не решают ее принципиально, о чем мы будем говорить дальше, и вы увидите это из графиков. Также очень важными препаратами, если мы говорим о лимфомах, являются брентоксимаб, фидатин. Это анти-CD30, таргетный препарат, который воздействует на эту молекулу, который, можно сказать, является почти что идеальной мишенью, поскольку воздействие на нее не сопряжено с какими-то патологическими воздействиями на организм, и побочные эффекты минимальны. Также используются кризотениб, ингибиторы АЛК, ингибиторы контрольных точек, ингибиторы BCL-2, ну и о том, о чем говорил Михаил Александрович, карте-клеточная терапия. Что касается нашего опыта использования брентоксимаба, фидатина, то мы применили его более чем у 30 детей с рецидивирующим рефрактерным течением лимфома Ходжкина. При этом пациенты, обратите внимание, это очень предлеченная группа пациентов, медиана председательствующих линий терапии составляет 4. Известно, что если пациент лимфома Ходжкина получил 3 и более линий терапии, он относится уже к неблагоприятной группе риска. То есть вот такие пациенты, сэлович-группы, участвовали в данной работе. В целом общий ответ был достигнут у большей части пациентов, 71% пациентов, полный ответ – 29% пациентов. Однако, можно сказать, что мы повторили опыт, который продемонстрирован у взрослых пациентов. Это высокая частота ответа на терапию, однако выживаемость долгосрочная и беспрогрессивная остается субоптимальной. Она равна 24%, то есть большая часть пациентов, к сожалению, все-таки со временем рецидивирует. У них развивается рецидив. Что еще любопытно на данном слайде, это то, что все-таки, когда мы говорим о детях, действительно, к настоящему времени уже есть работы у детей, которые демонстрируют эффективность вернитуксимамового и дотина, однако большая часть работ фокусируется на ответе. И не дотрагивает такой важный вопрос, как выживаемость. Принципиальный вопрос для нас, чтобы понять, насколько препарат эффективен, насколько он может принципиально улучшить ситуацию. Так вот, нам удалось продемонстрировать и выживаемость пациентов, и мы, как я уже сказал, повторили результаты взрослых. В целом препарат очень мягкий, хороший, мы им довольны, однако мы, конечно же, столкнулись в том числе с осложнениями. Это стандартное осложнение, полинейропатия, опоясывающий герпес. Самое сложное осложнение было анафилактический шок, который был успешно купирован. Но эта терапия может проводиться амбулаторно, это большой плюс данного вида терапии. Единственным минусом, наверное, является то, что пока что этот препарат может использоваться у детей офф-лейбл, то есть по особым показаниям. Также у нас есть опыт использования неволумаба у пациентов с лимфомой Ходжкина. Всего мы пролечили 21 ребенка. При этом общий ответ был достигнут у 86% пациентов и полный ответ у 57% пациентов. Стоит отметить, что к настоящему времени опубликованы две крупные работы по использованию ингибиторов контрольных точек в детской онкологии. Одна работа включает... Обычно это такие работы, которые включают не только пациентов с лимфомой, но и пациентов с другими солидными. Но и с солидными опухолями. Так вот, что касается лимфомы, то при использовании пембролизумаба было показано, что пембролизумаб столь же эффективен у детей, как и у взрослых, французскими исследователями, на 16 человеках. Однако, то, что касается неволумаба, английский опыт, всего пролечено было в этом исследовании 10 пациентов с лимфомой Ходжкина, и всего 3 пациента ответили на проводимую терапию с 10, то есть 30%. То есть наши данные несколько превосходят данные английских авторов. Хотя, конечно, цифры небольшие, сложно сравнивать эти цифры. Это, конечно, какие-то предварительные данные. Тем не менее, во всех исследованиях было показано, что и дети с лимфомой Ходжкина чувствительны к ингибиторам контрольных точек. Наверное, это принципиальный момент, который стоит отметить. Что хочется отметить в наших данных? Помимо высокой частоты ответа на проводимую терапию, все-таки большинство пациентов со временем также демонстрируют прогрессию заболевания, рецидив заболевания. Но при этом почти все пациенты остаются живы в течение длительного периода времени. Вот это особенность терапии ингибиторами контрольных точек у пациентов с лимфомой Ходжкина. То есть даже несмотря на прогрессирование, пациенты ведут обычный образ жизни с хорошим качеством жизни. Также мы использовали ингибиторы контрольных точек у детей с нехожкинскими лимфомами. Всего мы пролечили 8 человек и получили тоже любопытные данные. В целом эти данные схожи с данными у взрослых пациентов. Из 8 человек четверо продемонстрировали ответ на проводимую терапию. Но это были пациенты с определенными видами лимфом. Это 3 пациента с первичной медицинальной брокрупной клеточной лимфомой и пациенты с периферической клеточной лимфомой. При этом пациенты, трое из этих 4 пациентов живы и находятся в полной ремиссии в течение достаточно долгого уже периода наблюдения. На данном слайде я хотел продемонстрировать, как работает комбинация иммунотерапии и таргетной терапии. Это пациент 12 лет с первичной медицинальной брокрупной клеточной лимфомой. Вы видите на снимке КТ органов грудной клетки до терапии достаточно крупный очаг поражения в садостении. И после проведенной терапии, он получил 6 курсов терапии, у пациента этот очаг значимо уменьшился в динамике. Мы достигли частичной ремиссии. После этого мы провели трансплантацию костного мозга аутологичную, и пациент вышел в полную ремиссию, которая сохраняется у него в течение полутора лет. Хорошо известно, что ингибиторы контрольных точек могут приводить к достаточно серьезным осложнениям, в первую очередь иммунным осложнениям. К счастью, пока мы с такими серьезными осложнениями не сталкивались, одно из таких значимых осложнений, с которыми мы столкнулись, это аутоиммунный тироидит, который не послужил причиной для отмены проводимой терапии. Полученные данные позволили сделать нам ряд выводов об использовании ингибиторов контрольных точек у детей. Они эффективны при лимфоме Хоршкина и при определенных фидах нехоршкинских лимфом, а именно первичная медицинальная биогруппная клеточная лимфома и периферическая т-клеточная лимфома. Приблизительно треть пациентов может быть излечена с использованием данной терапии, и эта терапия позволяет подготовить к трансплантации большую часть пациентов. Также в нашем центре очень активно проводится трансплантация костного мозга. Всего мы пролечили 136 пациентов детского возраста. На данном слайде представлен наш опыт по использованию аутологичной трансплантации костного мозга у детей с лимфомой Хоршкина. Как видно из слайда, пациенты химиочувствительные имеют хорошие показатели общей выживаемости, однако пациенты химиорезистентные имеют достаточно низкие показатели. Это известный такой слайд. Хочу отметить, что в настоящее время мы не трансплантируем пациентов химиорезистентных. Это пациенты из группы сравнения, которые исторически были трансплантированы в эру, когда не было еще эффективных методов иммунотерапии лимфомы Хоршкина. И просто не оставалось других методов терапии. Также мы трансплантировали 28 детей с лихошкинскими лимфомами. Это лимфома Беркета, анапластическая лимфома. Это все стандартные лимфомы, которые бывают у детей, за исключением лимфобластной лимфомы. Решение кондиционирования БИМ. Большая часть пациентов на момент трансплантации находилась в ремиссии заболевания. И, как вы видите, по нашим данным, выживаемость без прогрессирования пациентов составила 55%. Хочется отметить, что это данные даже несколько выше, чем мы ожидали, потому что по данным литературы, все-таки эта группа достаточно неблагоприятная, и зачастую выживаемость в этой группе не превышает 20-30%. Для себя мы объясняем такие данные тем, что мы все-таки у пациентов с нехошкинскими лимфомами, особенно с Б-зрелоклеточными лимфомами, ведемся достаточно агрессивно. Если мы подозреваем, возможно, рефракторное течение, резистентное течение, то мы достаточно быстро и активно выходим на трансплантацию. И последний слайд, посвященный пациентам с лимфобластной лимфомой. Все протрансплантировано. 11 пациентов детского возраста, общая выживаемость долгосрочная 62,5%, выживаемость без прогрессирования 44%. В принципе, эти данные сопоставимы с данными литературы, с данными как по лимфобластным лимфомам, так и по лейкозам у группы пациентов высокого риска. Еще слайд по проведению трансплантации костного мозга у детей с лимфомой Ходжкина. Хотел бы отметить, что мы активно используем программу по трансплантации пациентов с лимфомой Ходжкина с использованием малогенной трансплантации. И хотел бы отметить, что прогноз в случае проведения трансплантации у пациентов после рецидива, после аудотрансплантации лучше, чем если бы просто проводить этим пациентам химиотерапию. Примерно половину пациентов удается излечить с использованием данной методики. Полученные данные по трансплантации позволили обобощить нам данные и сделать вывод, что приблизительно на круг половину пациентов можно выключить с использованием трансплантации, если эти пациенты страдают эцидивирующими и резистентными лимфомами. Спасибо за внимание.